МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не торопись! Ее еще нет. Надо подождать. Как романтично! Отвали. Гляди! Из-за такой девушки можно и войну развязать. Или хотя бы набег устроить. Да, выглядит она прекрасно. Пойдем. Эй, эй, погоди! Ты хочешь идти в этом? А в чем? Ты видел, как она одета? Я не буду рядом с ней вышагивать в смердящем кафтане. На свадьбу, иначе как в кунтуше, являться не годится. У меня как раз при себе ни одного нет. Ну еще бы! Зато вон там есть. Однако, ты прав. Ну, вот это я понимаю. О, вот этот подойдет. Хорошо сидит. Как на меня шили. Еще сапоги. Еще сапоги. В сапогах надо быть на свадьбе. Ха, ну и еще вот это. Чтоб мне голову снесли, если я когда-нибудь видел девушку прекраснее. Так ведь снесли же, причем давно. Глаза как усердные, шея лебединая, а стан такой, что одной ладонью объять можно. Ах, а ты довольно забавный. Вот видишь, твой Геральт занудой. Но сегодня все будет иначе. Вижу, определенно иначе. Он никогда не был так разговорчив. Он глупец. Но я сейчас все исправлю. Ты выйдешь за меня замуж? Это серьезный шаг. Но я подумаю. А сейчас идем на свадьбу моей подруги. Ты не мог бы дать мне поговорить с Геральтом? А зачем? Это же я должен развлекаться, а не он. Всего на минутку. И ты сразу в него вернешься. Только поторопись. Не хочу тут до полуночи столбом стоять. Геральт, сейчас я представлю тебя жениху и невесте. Проследи, чтобы твой друг не натворил лишнего. Я над ним не властен. Чувствую себя дураком, когда говорю все эти глупости. Кое-что из этого мне понравилось. Это что же? Ты мог бы быть более раскованным иногда. Раскованным? По-твоему, я зажатый? Я говорю о том, что мне было бы приятно видеть, как ты просто радуешься жизни, а не только без конца решаешь чьи-то проблемы. Ох, я никогда не пойму женщин. Ну, конечно, не поймешь. У тебя же мозгов, как у конского седла. К счастью, у тебя есть я. Потом поговорим. Пойдем на свадьбу, пусть наконец этот дух развлечется. И все, из головы долой. Наконец-то ты сказал что-то умное. Будем веселиться до самого утра. Ты здесь только до полуночи, и не минутой больше. Этого мало. До полуночи я и напиться-то как следует не успею. А ты поспеши. Уговор был развлекать тебя до полуночи. А как пройдет обряд надевания чипца, ты вернешься, откуда пришел. Как скажешь. Туда, моя душенька. Встречай меня, мир. Ну и ну, свадебка, как на картинке. Столы накрыты, и выпить есть с кем. Ну, а девушки, мечта. Но ни одна из них тебе не ровня. Шани, берегись собаки. В этой будке, должно быть, держат псину размером с коня. Спасибо за заботу, но будка пустая. Неужели спустили такую скотину с цепи? Интересно, что скажут гости на свадьбе. Кажется, мне веселье будет высший сорт. Какая красивая рябина. Когда я была ребенком, делал из нее бусы. А я в щенячьи годы гнал из нее бормотуху вместе с Ольгердом. А теперь я тебя представлю жениху и невесте. Веди себя достойно. Для тебя все, что хочешь, Шани. Пойдем, поздороваемся. Я же не отхожу от тебя ни на шаг. Мы очень рады, что не сумели к нам приехать, когда вы даете. Пора поздороваться. Мы из самого Кобера вы приехали, если была нужда. Это ведь твой самый важный день. Еще раз. Всего вам наилучшего. Благодарствуем. Счастья вам и процветания, наши дорогие. Желаем вам здоровья и любви сердечной, чтобы были промеж вас лад и согласия. Спасибо вам. От всей души благодарим. Повеселитесь на нашей свадьбе. Теперь мы. Вот моя подруга Альдона и ее избранник Евнуть. Очень приятно. Пусть будет легким да сладким ваш новый жизненный путь. Я ведь... А это мой добрый друг с давних лет. Геральт из Ривии. Да, это я, Геральт, ведьмак. Благодарю за приглашение. Люблю я свадьбы, люблю невест. Они такие ароматные, что хоть береги. Вот именно. Я уверена, что сегодняшний праздник выйдет на славу. Скажи мне, Альдона, откуда ты знаешь мою дорогую Шани? Мы вместе учились в медицине в Аксенфурте. Это было прекрасное время. К сожалению, для меня оно быстро кончилось. Моя семья не могла оплатить обучение. И через год мне пришлось вернуться домой. Учиться никогда не поздно. Твой муж наверняка не только тебя прокормит, но и поможет закончить учебу. Не знаю. Мы никогда об этом не разговаривали. Явнут, ты ведь женился на Альдоне не просто, чтобы с ней в постели забавляться. Ты ей поможешь выучиться, право? Это наше дело. Тебе не стоит вмешиваться. А я не вмешиваюсь, я интересуюсь. Потому что, знаешь, я полюбил твою жену как сестру. Поэтому ты мне вроде как свояк. Поможешь ей? Мы обязательно об этом поговорим. Я так и понял, братан. Сразу видно, ты порядочный мужик. А вот интересно, почему ты выбрал Альдону? Неужели дело в приданном? Уверяю тебя, ведьмак. Для меня дело было не в деньгах. Семья Ивнута гораздо зажиточнее, чем моя. У них ткацкая мастерская. Я долго уговаривал матушку, чтобы она согласилась на этот, как она сказала, без альянс. О, я ничего не знала об этом. Ты же говорил, деньги ничего не значат для вашей семьи. Так и есть. Мне он тоже говорил, что ему не важно, богата ты или нет. Сначала-то ничего не важно. Любовь и всё такое. А вот посмотрите, как лет через пять вас всё начнёт раздражать. Меня начинает раздражать то, что ты говоришь. Не знаю, откуда ты родом, но в этих краях оскорбления молодых на свадьбе даром не проходят. Да какое оскорбление. Я вас только предупреждаю. Я-то жизнь уже повидал. Это Геральт так шутит. У него странное чувство юмора. Даже очень странное. Вы необычайно прекрасны, барышня. О, спасибо. Вы могли бы осчастливить любого. К чему ты клонишь? Я бы хотел узнать, почему она выбрала именно тебя, явнут. Тебе что, не нравится выбор моей жены? Не мой цирк, не мои блохи. Я спрашиваю из чистого любопытства. Ты гляди, как бы мне не пришлось выбор моей жены тебе кулаками объяснить. Из чистого удовольствия. Друг, ты что такой нервный? Чего я тебя обидел? Я говорю, что твоя жена прекрасная женщина, а ты, нет, чтоб меня поблагодарить, сразу в драку лезешь. Геральт, хватит. Она просто его полюбила. Явнут, поверь, мой друг не имел в виду ничего плохого. Ну, хорош болтать, время уходит. А ты что, куда-то торопишься? Я? Да ты что, я просто хотел попробовать ваши сиухи, потанцевать с местными барышнями. Среди приглашенных много красивых девушек. Наверняка какая-нибудь тебе понравится. Уже-то наверняка. Вдруг и ты кому приглянешься? Было бы приятно, но по правде сказать, это мне уже не так важно. Давайте выпьем! Нужно ведь, чтобы ты от души повеселился. Пользуйся случаем. Ах, кыш! Вот выросли, там не знакомы. Как он за свиньей гоняется. Праздничная одежда, по грязи лазает. Ага, вот это забава для настоящего мужика. Что вы делаете? В чем там дело с этими свиньями? Мужики борются за лавр свинопаса и за фанты для своих девок. Награды для дам, значит. А правила какие? Надо родиться крестьянским сыном или как? Не, каждый может счастье попытать. Достаточно загнать свиней, помеченных желтой краской, в клеть. Лавр свинопаса? Что это вообще такое? А денежный приз я получу? Никаких денег. Это почетная награда. Если кто его выиграет, то должен приторочить лавр к седлу и возить с гордостью. Так, может, хоть награды для дам стоят этой возни со свиньями? Ну, конечно. Они все красивые, как на картинке. Выиграете, так сами убедитесь. Это немного глупо, но, в общем, почему бы мне не попробовать? Это для нас честь. Уберите оттуда это чучело. Такой даже бабу свою в постель не загонит. Где там свинью, в клеть? Пусть освободит ведьмаку место. Жаль, что здесь нет живописца. Этот миг должен жить в веках. Следи за моими движениями, Шани. Я ловок, как кот. Я хитер, как лис. Я покажу этим мужланам, как гонять свиней. Ну, свинки, добро пожаловать в клет. Видишь, как я, Шани. Первый уже загнал. Поехали. Ну что, довольны теперь? Показал я вам класс. Все свиньи в клетке? В клетке. Эй, эй, мастер ведьмак. А что это за фокусы такие были с руками? Я это знаю. Раз я видел, как ведьмак приказал мужику повеситься. Сделал вот так руками. И человек ума лишился. Значит, это ты обманывал. Так лавра свинопаса тебе не будет. Шани, что Геральт говорит в таких ситуациях? Зараза. Ха, именно так. Зараза. А по-моему, так пусть мужичье себе грабли в жопу засунет. Что? Я похож на свинопаса? Пойдем отсюда, Шани. Хватит с меня этих поросят. Прости меня, Шани. Я тебя подвел. Ты про этих свиней? Да ничего, успокойся. Мы же здесь вместе как пара. Вот я и хотел выиграть это, эту штуку. Не преувеличивай. Ерунда это. Скажи мне, Шани, как с тобой надо? Ты о чем? Я к тебе и так, и эдак. Это, наверное, видно. Разумеется, от имени Геральта. А ты ни в какую. Вот я и думаю. Ничего мне не хватает. А может быть, ты просто не в моем вкусе? Ерунда. Я любой девушке по вкусу. Правда? Докажи. Да легко. Укажи мне на любую девушку и ручаюсь. Она в три мига будет моя. Вон та, свинком на голове. Отличный выбор. А теперь гляди, как это делает Витальд фон Эверек. Кого я вижу? А мы знакомы? В том-то и дело, что не знакомы. Из-за этого я полжизни прожил без тебя. Если быть точным, то всю жизнь. Прости, Золоткэм. Шани, не усложняй. Это нечестно. Ну, хорошо. Я со стороны посмотрю. Ты ведь не поранилась, звездочка? Что? Ну, когда с небес упала. Ну, скажете, тоже. Смилая. Ни слова больше. Я сделаю из тебя настоящую даму. Введу тебя в лучшие салоны. Салоны? Это в какие? Настоящие? В Новиграде? И как же... В Новиграде, в Аксенфурте, да и в самом Ковере. Где только захочешь. Пойдем в амбар. Я тебе там все точно объясню. Насть-ка, отойди от господина. А вы кто такие? Мы ее братья. И мы поклялись батюшке на смертном одре, что убережем ее от таких, как ты. Спокойно. Ничего ведь не случилось. Это просто невинная беседа с девушкой, как оно обычно бывает на свадьбе. Слышали мы вашу беседу. А в амбар ты ее зачем хотел затащить? Еще побеседовать? Конечно, побеседовать. Но сперва потанцевать. Ну, скажите сами, кто же с такой красотой станцевать не захочет? Другую себе найди, танцор. А то я сейчас дрын возьму, с ним-то ты попляшешь. Геральт, ты свидетель, что я старался все уладить. Драться они сами захотели. По мне, так милости просим. Замечательная выйдет забава. Что, страх напал? Вот черт, я этого не стерплю. Никто не смеет упрекать в трусости Витальдафан Америка. Остыньте, люди. Не буду я с вами драться. Это дело твое. А мы вот хотим как следует попортить тебе шкуру. Ну так и быть! А-а-а! Понеслась! Покажи, чему обучен. Тебе, сука, меня уговаривать не придется. Дрын, это для вас в самый раз оружие свинопасы. Сейчас твоя морда этот дрын зацелит. Твои плодырынки. Я еще никогда в жизни так не развлекался. Пожалуйте, бриться. Следующий. Ну и приложил мне этот урок. Не пристало терпеть такое очернее. Еще и брить девушки. Ну что, хватит с вас, холопские дети. Думали, что сможете тягаться с фон Эверикан. Э-э-э, то есть с ведьмаком. А ну пошли вон отсюда. И чтоб я ваших глупых рот больше не видел. Эй, а ты куда? Я же хотел сделать из тебя даму. Объясни ей, что я не виноват. Они же сами на меня бросились. Ну догони ее. Геральт! Да ты бредишь. Ну вот, пожалуйста. Ты все просрал. Сбежала. Ты всегда такой хреновый ухажер. А ты? В жизни всегда был такой очаровательный? Ну обычно у меня получалось. Я тебя прошу, держи язык и лапы при себе. Развлекайся. А гостей колотить нечего. Моими руками. Ну ладно. Я понял. О, Шаня идет. Должно быть она будет недовольна, а? Ты заварил кашу? Вот ты и расхлебывай. Ну ладно. У тебя действительно редкие методы. Чтобы впечатлить девушку, побить ее братьев, это... Ну... Даже боюсь представить, что у тебя еще в запасе. Это допустимые потери, так сказать. Я немного утратил формулу. Но если ты покажешь мне другую девушку, то я с удовольствием докажу, что... Не нужно мне ничего доказывать. Просто давай развлекаться. У тебя ведь не так много времени. Ну хорошо. Наверное, ты права. Пойдем, значит. Размяли косточки. Это мне и было нужно. Пойдем поищем, чем еще развлечься. Ты нам вытворяешь столько времени. Принеси ты мне этот башмак, а то стыда не оберешься. Ну и кавалера себе Ягинка выбрала. Даже туфельку из озера выловить не может. Видали, что он выловил? Старый горшок. А может, его девка на ногах горшки носит вместо туфель? Ты должен был достать мою туфлю. Что же мне теперь, босиком праздновать? Или в одной туфле танцевать? Да я искал. Нету там. Может, она куда выл? Зарылась. Сам выл за Роси, Бестолыч. Дурацкая затея. Что тут делается? Они играют в поймай башмачок. Не слыхал, разве? Никогда. В дворянских усадьбах таких забав нет. А в чем суть? Барышня кидает башмачок в воду, а ее кавалер должен его выловить. И как выловят? Тогда что? Тогда барышня радуется. Потому что это значит, что кавалер у нее ловкий и настоящий рыцарь. И все? Никакой награды? Даже дружеского поцелуя? А вот это уже от барышни зависит. Если захочет, поцелует. Не захочет, так нет. Вот как повезет. Ой. Это еще не конец. Нравится мне такая забава? Шани, давай свой башмак. Готов ради тебя и в болото нырять. Гляди на меня, Шами. Глаз оторвать не могу. Видали, как он кинулся вылавливать башмак? Глотку-то драть он здоров. Посмотрим, как он плавает. Так это ведьма. И что с тобой? Слышал ли кто, чтобы ведьмаки башмаки ловили? Слышал ли кто, чтобы ведьмаки ловили? И правда, Ила по самой подмышке. Хм, я вижу, или стыдно не помешало тебе найти мой башмак и все прочие, которые выкинули в это озеро. Всегда лучше сделать чуть больше, хотя бы и напрасно, чем чуть меньше и потом жалеть. Хм, у тебя целая теория. Теорию проверяем практикой. Каждой барышне, для которой я выловил башмачок, я могу всунуть, если она юбку задерет. Ножку в башмачок, разумеется. О, как ты великодушен. А ты не знала? Я, наверное, заслужил поцелуй. Раздай башмачки владелицам, может, кто и соблазнится. Не ревнуй, Шаня, я же просто пошутил. Они меня совершенно не волнуют. Эх, ладно. Узнаешь, что это, золушка моя? Мой башмак? Ага. А теперь вытяни ножку и позволи мне вставить... В смысле, ее в башмачок. Э-э, благодарю. Отличная музыка, пойдем танцевать. Я не встречала ведьмака, который любит танцы. А сегодняшний ведьмак их обожает, особенно с тобой. Веселись над всю катушку. Веселись над всю катушку. А теперь специально для наших дорогих гостей. Ведьмака Геральта и его очаровательной подруги Шанни музыканты сыграют кое-что особенное. Наконец-то можно поотжиматься. Иди ко мне, Шанни. Я раскрою тебе мою романтичную лоту. О, а ты неплохо справляешься. Во всей нашей компании никто не танцевал лучше меня. У меня это дар в ногах. А я не знала, что компания Ольгерда занималась танцами. А то как же, мы еще как танцевали. Мы были, как говорится, и в мир, и в мир, и в добрые люди. Кажется, музыканты заканчивают играть. Знаешь, как настоящий танцор благодарит свою партнершу? Кажется, нет. Что ты творишь? Совсем умалишься? Может быть. Мой разум и сердце теперь твои. Давай договоримся. Ты можешь болтать все, что тебе удобно. Но руки держишь при себе. Ясно? Как это руки при себе? Это неинтересно. И к тому же, я думал, тебе тоже не нравится. Вообще-то, мне нравится целоваться. Но при условии, что я делаю это с кем-то одним. А вас там двое. Ну да. Но почувствовала ты только одного. Меня. Можно мне теперь геральта на минутку? А зачем? Он ничего интересного не скажет. Он зануда. Пожалуйста. Ну, добро. Видел, как я все разыграл? Смотри, не просри. Интересно. Как это, когда в тебе сидит дух? Ты что-нибудь чувствуешь? Можешь на что-то влиять? Я все чувствую. Не могу контролировать и действия ни слова. А почему ты спрашиваешь? Потому что мне интересно, как было бы, если бы я танцевала только с тобой. Мне бы хотелось сделать то же самое. Ну, так почему ты этого не делаешь? Скажи мне! Нормальные люди не ведут себя, как Витальд фон Эверик. Потому что они идиоты! Не будь с ним слишком строг. На самом деле он даже забавный. Ха! Вот и видишь! Я забавный! А ты стоишь тут, будто копье проглотил! Ты видела человека, который объявил для нас, то есть для вас, песню? Да. Я удивилась, что он меня знает. Мы ведь не были представлены. Кто это? Это и есть Гюнтер Один, господин Зеркало. Только что он здесь делает? Ну так возьми и спроси его. Да, раз уж он тут появился, нужно с ним поговорить. А тебе случайно не приходило в голову, что он просто так зашел на свадьбу? Уверяю тебя, он ничего не делает, просто деньг. А тем более случайно. Я вообще-то должен забавляться. А я уже минут пять стою с толпом и слушаю, как вы болтаете. Я возвращаюсь в тебя. Доброт, сразу лучше! Пойдем, Жаня, нечего попусто языком молоть. День только начался. Пойдем поустроим что-нибудь дикое. Он точно приехал. Я ведь сама его видела. Так что я? У меня в трамвайке. За него скинулись. Ты уже захочешь. Я его и наставать. Не буду только походить. Не уж то те латники, что раньше орденскими братьями. А может, сыграешь с нами партейку в Гвинт? Конечно, сыграю. Меня уговаривать не надо, мелкий. Не стоит его обзывать. Я не оскорбляю его, а говорю, как есть. А я говорю, что это его оскорбляет. По-твоему, твой друг великан? Заткнись. Ты играешь или нет? Играем, играем. На что ты хочешь играть? На все, что есть. Вот моя ставка. Я не знала, что ты такой азартный. В эту ночь ты много моих достоинств узнаешь, милая. Больших достоинств. У нас такой обычай. Кто проигрывает, тот носит ослиные уши. Это не моя печаль. Я не проиграю. 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 Продолжение следует... 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 Хорошо, моя сладкая дынька. Я пока отлучусь по делам, а ты отдыхай. Скоро вернусь. О, сломанная ветка. Будто кто-то тяжелый хотел залезть на дерево. А может, этот пожиратель жирный, как воров? А может, кто-нибудь хотел себе выстугать запелку? Становится все веселее. Вот эта шапка пожирателя огня. Говорили, что она дурацкая. Должно быть, он ее потерял, когда убегал от демона. Вот и два вывода. Пожиратель жирный и трусливый. А вот и наша пропажа. Хорошо ли, не вижу. Ебанько залез на дерево, чтобы спрятаться от этой собачки? Именно. Эй, мужик, слезай. Ой, нет. И не подумаю. Мне еще жизнь дорога. И что будем делать? Сядь. Вот это сила! Если бы у меня такая была, не забили бы меня в ту ночь до смерти. Пускай сделает что-нибудь забавное. Например, пусть покувыркается. Нет. Ох, как можно быть настолько скучным? Я сам все сделаю. Кувырок? Оставь его в покое. А если бы я ему сказал съесть собственный хвост, он бы съел? Демон, домой. Ну и что ты сделал? Испортил мне всю забаву. На свадьбе позабавишься. Слезай, мужик. Ты же видишь, этого страшного пса нет. А он это, точно не вернется? Точно. Всегда лучше подуть на воду. Геральт, ведь этот шут набрался как сапожник. Я надеюсь, что он еще не все допил. Я спас тебе жизнь, так может ты хоть дашь мне выпить? А шо ж, извойте. Замечательный мед. Я понимаю, почему ты решил с ним на дереве уединиться. Мед-то хорош. Только я от пса убегал. Хотя разве же это пес? Чудовище это было. Воистину демон. Правильно его назвали. Как получается, что человек, который каждый день играет с огнем, боится маленькую собачку? Это чудовище было. Демон. Да слышал я уже. Трус ты сиволапый, вот и все. О, я бы попросил. Я не трусливый, я осторожный. Знаешь, что было бы, если пожиратель огня пренебрегал осторожностью, а? Хм. Наверное, поджарил бы себе язык. Угадал. Ну вот, теперь ты и все понимаешь. Вот тебе твоя шапка. Ты ее потерял, когда от пса бегал, как настеганный. О, шапочка моя любимая. Удачу мне приносит. На каждое выступление ее надеваю. В таком состоянии о выступлениях можешь забыть. А в каком-то я интересном состоянии, а? Посмотри на себя, Тартыга. Ты едва на ногах держишься. Во-первых, это чушь. Во-вторых, я пожиратель огня, а не канатоходец. Ноги мне без надобности. Такой возможности больше не представится. Расскажи мне, как глотают огонь? О, нет. Меня бы за это изгнали из цеха. Да, если хочешь, могу тебя взять в ученики. Тогда где-нибудь через полгода узнаешь. Нет у меня столько времени. Я не проболтаюсь. Ну скажи, мы же мед вместе пили. Мы ведь уже почти как братья. Ты же у меня все выжрал. Не брат ты мне. Так вот ты как со мной решил поиграть. Ну ладно. Если ты мне не скажешь, я тебя тут брошу на расправу кабанам, медведям и кровожадным оленям. Так что выбирай. Это насилие и угнетение артиста. Говори. Есть такая специальная субстанция, которую я выпиваю перед выступлением. И потом могу глотать огонь, плевать огнем. Ну, все могу. И ничего меня не обжигает вообще. И это все? Только и всего? Да где же здесь фокус? Это каждый может намазать себе харю какой-нибудь защитной жижей. Довольно. Сначала меня травят с собаками, потом отбирают у меня выпивку, да еще меня оскорбляют. Хватит с меня. Я ухожу. Не хотел я оскорблять этого шарлатана. Сделай что-нибудь. А сейчас ты забудешь обо всем, что видел и слышал в этом лесу. А может, ему просто вломить? Будет знать, трус и обманщик, как туман напускать. Не надо. Ты вернешься на свадьбу и будешь показывать свои фокусы. Свои фальшивые фокусы. Хорошо, господин. Все, что пожелаете. Ты идешь или нет? Иду я. Уже иду. Ну, пойдем что ли на свадьбу? Может, я найду еще что-нибудь интересное. Держись поближе и не шуми. О, ни на шаг не отойду. В этом лесу наверняка кишат дикие звери. Мамочка! Медведь! Медведь, медведь. Хуй тебе, а не медведь. Прячься с ним. Да ладно. Спасите! Медведь! А ты когда-нибудь видал медведя, похожего на кабана? У меня зрение слабое, и потом я ведь пожиратель огня, а не натуралист. Ну да, оно и видно. Чуть не забыл. Я ведь даже не спросил, как тебя звать. Давид Афтенсборо. Послушай, Афтенсборо. Держись меня, и ничего плохого с тобой не будет. Отведу я тебе пьяная морда на свадьбу. Целости и сохранности. Пропавший пожиратель огня нашелся. Скажу, не хвалясь, я справился. А что с демоном? Где он? Он не вернулся? Вернулся, только ведет себя как-то странно. Сидит, осовевший какой-то. И жизни в нем, что в твоей морковке. Может, он волчек ягод нажрался, или еще чего? Внимание! Внимание! Приглашаю всех на уникальное выступление Пожирателя огня! Идем, посмотрим его фокусы. Я никогда в жизни еще такого не видел. Пожирателя огня! Я вvos в données! Артароп! Осв measurable! РУС оп MentО! РУС阿 Лъем! Dudя,3-3-4-4-5-5-6-7-7-7-7-7-8-7-8-7-8-8-8. Это была моя первая ведьмачья работа. Мы нашли пожирателя огня, спасли его шкуру. Будь у меня вторая жизнь, стал бы ведьмаком. Наверняка. Великолепная свадьба. Видно, что родители молодых денег не пожалели. Да, да. Почему? Зачем ему два мяча? Один запасной? Он их что, теряет? Выпейте с нами! Я с женщинам никогда не отказываю. За вашу красоту! Ну и за твою, Жанни, конечно, тоже. Будьте здоровы! Счастья тебе и удачи, Белый Волк! Так я и поверила. На фоне этих цветов ты выглядишь потрясающе. Вы, кавалер, видно, с кем-то меня перепутали. Вот уж нет зрелой женщины, как спелая фрукти. Хватит! Отойди! Дурной и пьяной! Никогда из такого сочетания ничего путного не выходило! Прислонилась тут до красавчика, поджидаешь? Какого еще красавчика? В спину мне вступила, когда на мельнице подметала. Вот я и прислонилась. А говорят, в старой печке огонь сильнее. Была бы я в твоем возрасте, ты бы у меня иначе запел. Пищал бы, как малый котенок. Позволь, Шанни, я покажу тебе, что ловок, как леонард. Не стесняйся. КОНЕЦ 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 Как же ты? Какое очаропоние, какая красота. Спасибо. Выпейте с нами, мастер-пать. КОНЕЦ Ваше здоровье, любезные константы. Пусть у вас вороны красноганикуются. За здоровье молодых процветали вам и делаем больше. КОНЕЦ КОНЕЦ Запомните этот день, ибо подобное в ваши глаза не скоро увидят. Ну, отцепись. Избави нас от нервданных. Как ваши дела? Вроде бы пряник. Это просто мука, мед, яйца да приправы. Позволю себе не согласиться. В таком прянике самый важный ингредиент – это время. Что он несет? Тише. Давай послушаем и узнаем. Как это? Самый важный ингредиент – время? Верно отмеренное время придаст прянику нужную консистенцию. Он станет идеально хрустящим снаружи и восхитительно мягким внутри. Ну, а все-таки сколько этого времени надо бы? Этого вы не найдете ни в одном рецепте. Вам придется отдаться на волю чувств, довериться им. Время нужно осязать, понять, даже кушать его. Время – это ключ. Приветствую, Шани. Позволь представиться. Я – Гюнтер Одим. Замечательное платье. Тебе очень идет этот цвет. Спасибо. Я много о тебе слышала, но не знала, что ты повар. Ты удивительно много знаешь о пряниках. Я просто много знаю обо всем. Да? Интересно, что ты знаешь обо мне? Ты всегда был хуже своего брата. С детства ты завидовал Ольгерду во всем, потому что хотел быть таким, как он. Погоди. Ты меня видишь? То есть меня, Витальда фон Эверика? Конечно. Почему бы мне тебя не видеть? Потому что у меня тело Геральта, ведьмака и… Кем бы я был, если бы истинная природа вещей оставалась для меня невидимой? Кем-то таким, как ты. То есть, никем. Не хочу устраивать шум в присутствии дамы, но оскорбишь меня еще раз и… И ничего. Я знаю, что сейчас ты очень хотел бы вести себя, как твой брат. Показать, какой ты мужественный. Но, скажем прямо, ничего из этого не выйдет. Ты не станешь таким, как он, как бы ты ни пытался. Я пришел сюда развлекаться, а не говорить о моем брате. Это хорошо. Ольгерт точно не хотел бы, чтобы мы с тобой о нем говорили. Ольгерт был моим братом и другом. И нигде не встретил бы товарищей вернее, чем мы. Вопрос лишь в том, был ли ты для него так же дорог, как он для тебя. После смерти он сделал меня героем. В моем последнем бою на меня навалились пятеро. Не скрою, я отступил. Я бежал в подвал, и там меня прижали, как крысу. Но Ольгерт рассказал всем, что это я в одиночку бросился на них. Осмелись спросить, откуда ты все это знаешь? Ольгерт часто приходит на мою могилу, пьет и вспоминает старые времена. Он меня не видит, а я слышу каждое его слово. Что ж, возможно, однажды ты услышишь нечто, что тебя очень удивит. Ты о чем это? Более не смею тебе мешать. Желаю хорошо провести время. Потому как оно уходит. Шани, прости, я... Все в порядке, правда. Забудь о нем. Мы пришли развлекаться, так ведь? Пойдем. Ночь еще только началась. Все ложь. Не слушай, правда. Не вели в дело. Ольгерт был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Остыл. Я тебя люблю. И теперь пора веселиться. Время на ждать не будет. Я тебя ненадолго оставлю. Я подружка невесты, так что должна участвовать в обряде. Иди, Шаня. Я тут сам разберусь. Судари и сударыни, поскольку я уже давно так не развлекался, то решил сказать речь. Геральт, не надо. Как не надо, когда надо? Ну, до сих пор я считал все деревенские забавы чем-то недостойным дворянина. Ну, скажите сами, будь кто из вас дворянином, стал бы он водиться с чернью? Красоту простых девушек я всегда ценил побольше многих. Будь у меня на то время, милые дамы, я бы с радостью убедил в этом каждую из вас. О ребятах я не говорю. Я ведь их вообще не замечаю. Была у меня пара неплохих конюхов, но никогда я с ними не болтал и не стал бы даже за деньги. Должен же человек иметь принципы, разве не то? Но сегодня, сегодня все изменилось. Благодаря вам я понял, что деревенщина – это тоже человек. Говорить мне с вами по-прежнему не о чем, но мне это уже не мешает. И спасибо вам за это. Я люблю вас. Нам уже пора на обряд на диване чипца. Погоди, я же еще не закончил. Ты закончил. А всем девушкам пора на обряд. Значит, и тебе, Шаня. Вот полночь на башне пробила, невесте выносит чипец. Все знают, что воле девичьей отныне приходит конец. Кому грех, кому смех, кому сон, кому звон, кому добрый молодец, а молодой жене чипец. Чем жена усердней знаем по примете, тем скорее родятся в этом враги дети. Уж не прогневитесь, мы поем для свеку. Пусть нам теща чарку поднесет в бутеку. Хоть жена супругу верности клялася, Свекор будь построже, чтоб не увлеклась. Что ж ты, муж, гадаешь, что летешь сурово? Верно, венок, венок, венок. Будет и корова, будет и корова. Будут и телята, чтобы жить вам долго, мирно и богато. Та, что поймает венок невесты, следующий выйдет замуж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Не мог я ему не написать. Ты передашь ему мое письмо? Передам. Спасибо. Славный ты малый ведьмак. Хоть и зануда. Замечательный обычай. Девушки раскраснелись, танцуют, волосы распущены, рубашки расстегнуты, а под ними... Может, хватит? Ты видел? Шани поймала венок. По-мужицким поверьям, она первая выйдет замуж. Может быть. Полночь пробила. По нашему уговору тебе пора вернуться в склеп. Нет уж, я тут еще не закончил. Дух Витальда ушел? Видишь, она спрашивает обо мне. Значит, скучала. Я здесь, моя сладкая. Наш поцелуй так запал мне в сердце, что пусть меня сошлют на вечные муки, но я не уйду, пока не получу еще один или два. И вообще, приму все, что дашь. Я рада, что ты хорошо провел время. Поцеловала меня. А я знал, что так и будет. И это только начало. Нет, это конец. Уже полночь, и тебе пора уходить. Почему волноваться о таких молочах? Покуда смерть обо мне не вспомнила, мы можем развлекаться от души. А как же Геральт? Ты ведь дал ему слово. Шанни Золотцев, я ведь мертв. Не требуй слишком многого от трупа. Витальд фон Эверик, возвращайся туда, откуда пришел. Будь так добр. Не мешай мне. Перестань, умоляю, хватит! Прочь отсюда! Иначе я заберу тебя с собой и сделаю так, что ты будешь тосковать по своему вонючему склепу. Не мучаю. Обещаю. До смерти не забудь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что здесь такое происходит? Что ты с ним сделал? Я вернул его туда, откуда он прибыл. Ты ведь не сделал ему плохо? Я только избавился от надоедливого гостя. Вам не было нужды дальше его терпеть. Понимаешь, Геральт выполняет одно задание, так что... Геральт всегда на задании. И всегда исчезает, как только управится. Кто знает, может, сейчас все будет иначе. Я видел, я видел, как вы смотрите друг на друга. Кроме того, я абсолютно случайно знаю ваше прошлое. Правда? Откуда? Шань, милая, ты же не станешь спрашивать орла, отчего тот умеет летать. Ну вот. А самое важное, что вам уже не будет мешать Витальд фон Эверик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!